Авторское право Вас проведу я, Ростислав Гольцман, а не Цви Зильбер. Не волнуйтесь, все в порядке, Цви в полном порядке, но ему тоже, как и нам, всем положено отдохнуть, тем более в эти праздничные дни. Сегодня понятно, что все такие у нас газеты, хотя, казалось бы, с середины недели все толстенькие, с кучей таких вот праздничных приложений, и, казалось бы, все они могут быть посвящены только одной теме, но в основном они и посвящены подведение итогов еврейского года, то есть не всегда очень серьезно, но всегда по делу, потому что, когда будут итоги календарного года, да, нас завалят цифрами, Центральное статистическое бюро. Сейчас все немножко легче, но между тем есть одна тема, которая засветилась практически во всех трех основных газетах, и в газете Арец, и в газете Идиот, Ахранот, и, естественно, в газете Исраэль Айом, это решение правительства вновь отложить снос незаконного арабского поселения на территории Си, или на территории Ц в Иудее и Самарии. По-разному, по-разному каждая газета это восприняла, вот Идиот, Ахранот просто ограничился вот такой вот коротким сообщением на какой-то внутренней странице, да, правительство, ну, наша традиция, тем более перед праздниками, решили пока не решать. Но Исраэль Айом, конечно же, критика, критика такая острая, это особенно в статье Амнона Лорда это подчеркивается, где он приводит цитаты того же Беннета, той же Шакет, того же Сара и того же Либермана, когда они были в оппозиции, требовали, ну, просто в один момент, что это тут, понимаете, правительство Натаниягу миндальничает, да тут построено в зоне Си, которая действительно находится под полным израильским контролем, объясняли это слабостью правительства, и вот, говорит Амнон Лорд, помилуйте, что же сами творят, когда при власти, делают еще хуже, наоборот, еще и вице, ну, сменный премьер-министр, как это интересно звучит, Ейер Лапид говорит, что мы вообще это решение, которое уже отверждено Высшим Судом Справедливости, богат, еще будем рассматривать. И есть редакционная статья в газете АРЭЦ, традиционно считается, что автором этой колонки является и главный редактор газеты АЛУВБ, но я вам покажу, что, может быть, это и плод коллективного творчества, потому что и другие авторы этой газеты, каждый по-своему поддерживает эту идею, у него это вообще звучит иначе, такое вот яркое название, это представление должно прекратиться, то есть он имеет в виду, это какой-то спектакль, не для этого появилось в Израиле, понимаете, еще одно правительство, чтобы продолжать эту политику на Таньягу по ущемлению прав палестинцев, в том числе их законному праву строить не просто дома, а целые поселения на израильских государственных землях, что это за безобразие, как это можно выдержать. Но с другой стороны, пишет АЛУВБ, а что можно ожидать от правительства, которое возглавляет лидер поселенцев Нафтали Бена? Ну что можно ждать? Каких перемен? Каких перемен, причем в самых главных вопросах, а именно в вопросе достижения мира в нашем регионе, которое, по мнению то ли АЛУВБ, то ли всей редакции, допустимо только, когда закон не будет действовать, в том числе и закон о строительстве, есть в Израиле специальный закон, он так называется, о планировании и строительстве, в нем действительно изложены не только меры, как должно строиться, и какие должны быть меры, чтобы не допускать незаконного строительства, и до последнего времени они плохо работали, пока, вот я вам процитирую статью, правда, еще одного издания, Калькалис, было принято 113-я поправка, как это жутко звучит, которая позволила все дела о незаконном строительстве переносить из области уголовной либо гражданского права в административной, решать все вопросы в административном порядке. Это решение действительно важно, прежде всего, внутри зеленой линии, мы знаем, какой на холстро идет и в Галилее, и в Негеве, действительно, эти дела стали по рассмотрению незаконного строительства двигаться куда как быстрее по некоторым делам, вот здесь приводится пример в том же Калькалисте, ну, вообще какой-то невероятный случай, где люди захватили государственные сельскохозяйственные земли, поставили там циммеры, поставили огромный паркинг, два предприятия, и 20 лет это удерживают, их не пугают никакие штрафы, так вот, наконец-то, только благодаря новой поправке, когда это было решено в административном порядке, наложен штраф 7 миллионов, и, естественно, все это должно быть снесено. Но, как видим, Алуф Бен не видит, или сама редакция ААРЭЦ не видит решения наших проблем, решения проблем войны и мира в нашем регионе, вот в таком вот соблюдении закона. Только не соблюдение закона, а иначе невозможно понять статью Алуфа Бена, может спасти мир в нашем регионе. Вот только так. Почему мне кажется, что это мнение не только самого Алуфа Бена? Потому что, если посмотреть и далее, вот газета ААРЭЦ, как мы знаем, она всегда открывается рубрикой «Мнение», и если посмотреть и другие мнения, которые представлены в этой рубрике, ну, они, в общем-то, не отличаются от того, что изложено в редакционной статье. Возьмем статью Уды Башарата, в которой озаглавлено «Дорогие арабы, вы слишком высоко подняли голову». О чем говорит Уда Башарат? Уда Башарат говорит о страданиях арабов на всей территории Палестины. И тех палестинцев, которые имеют израильское гражданство, и те, кто этого гражданства не имеет и проживает на своих землях. Прежде всего, это, конечно же, арабы, это палестинцы, обладающие израильским гражданством, которые, в общем-то, обрадовались, что теперь исламистская партия имеет очень серьезное влияние на политику действующего правительства. И что же? И что же? Вместо того, чтобы платить, по крайней мере, минимальной благодарностью за поддержку, за то, что это правительство вообще существует, сионистские власти продолжают бороться с незаконным строительством, продолжают конфисковывать незаконно хранящееся оружие. То есть, просто идут против всех реальных национальных чаяний палестинцев с израильским гражданством. Более того, палестинцев без израильского гражданства в ситуации еще хуже. Еще хуже, по утверждению Уды Башарата, посмотреть, что вот в зоне Си, где полностью действует, находится она полностью, и под военным, и под гражданским контролем государства Израиль, в Удее и Самарии, несчастные палестинцы, которых, ну, если мы исходим из того, что на этой территории их вообще не должно быть, но они почему-то там находятся, и находятся не просто так, а под постоянным террором со стороны поселенцев. Вот так вот, под постоянным террором со стороны поселенцев. То есть, дорогие арабы, действительно, невзирая на весь тот вклад, который вы делаете вот в жизнь этого правительства, а значит и самого государства Израиль, государство Израиль не просто вас не ценит, оно вас унижает, оно вас угнетает. Вот таково мнение Уды Башарата. Можем взять и статью Завы Гален, которая заглавлена так, экономический мир – это часть попытки отодвинуть конфликт, отодвинуть на периферию общественного внимания. Имеется в виду израильско-палестинский конфликт, то есть конфликт на территории Палестины между израильскими евреями и палестинскими арабами. Что такое экономический мир? Вот это тот ужас, тот ужас, который принесло с собой правительство Натаниягу, которое стало не обращать внимания, что есть так называемая палестинская вета на урегулирование отношений между государством Израиль и между арабским миром. Договоры стали заключаться через гору палестинцев. Да какие договоры, в которых отсутствует основополагающий принцип, на котором настаивают наши палестинские партнеры, а именно мир в обмен на территории? А тут идет мир в обмен на мир, да и более того, мир экономический, причем экономические отношения, развивающиеся просто с невероятной скоростью и с невероятной эффективностью. И это, конечно же, унижает наших палестинских партнеров, которые ждут от Израиля реальных шагов по заключению мира. То есть финансирование палестинской автономии со стороны Израиля, которое, безусловно, хоть и есть, но оно, безусловно, недостаточно. Решение всех насущных проблем палестинской автономии, жителей палестинской автономии. Да, правительство нынешнее Беннета, вслед за предыдущим правительством, правительством Натаниягу, повторяет все ту же мантру «Давайте налаживать жизнь». Не нужно никакого экономического налаживания жизни до отступления Израиля границам 1967 года. Только так может решен быть этот конфликт. О каком улучшении жизни арабов, иудеев, и самарей, и секторе газа может идти речь в таком случае? Нет, нет, это ошибочный путь, по мнению Завы Гальон. Я напоминаю, сейчас это бывший политик, сейчас она публицист, ранее была политик, и лидер партии Мерц. Конечно же, она возмущена происходящим, возмущена тем, что Израиль просто отказался от движения по пути мира и рассказывает о каком-то экономическом урегулировании, который пойдет на пользу всем. Да кому же всем он пойдет на пользу? Ну уж точно, не в общем-то делу арабо-палестинского урегулирования. Далее статья Асафа Ореля, заглавленная еще более красноречиво. Не только поселенцы, мы все мессианцы. О чем идет речь? Израиль, вот это сам по себе, это уже первородный грех. Создание государства Израиль, сам факт существования еврейского государства, которое заявляет, что оно еврейское, уже нанесение невероятного оскорбления всему окружающему нас миру. И мы все, неважно называем мы себя правыми или левыми, мы все до одного, без исключений, мы все находимся в этом мессианском мифе, и мы все несем ответственность за нестерпимые страдания, которые испытывают палестинский народ. А что вы думаете? Этому нас учат со школы. Да, вот приехали, строили кибуцы, мечтали о мирном сосуществовании, защищались, воевали с британскими оккупантами, потом отражали арабскую агрессию, и действительно этим создали палестинскую проблему. А мы живем в этом мире, мы не уедем из Тель-Авива, из Рамадгана, какой там там, Иерусалим, Хеврон. Тель-Авив и Рамадган, это уже поселение, это уже незаконное поселение, поселение, которое находится на исконных арабских землях. Может быть, я слишком много уделяю, но тут других мнений нет, вы уж простите, дорогие радиослушатели, поэтому я считаю, что редакционная статья Алуфа Бена, она действительно объективно, абсолютно объективно отражает то, что указано в редакционной статье, и все, как мы видим, авторы без исключения поддерживают это ведущее направление. Но все же давайте немножко и к другим новостям. Здесь пишут не только Асафарель, пишет и Амосарель, военный обозреватель. Его статья закладывана, как в канун Нового года Израиль сохраняет региональное превосходство, но все же должен быть готов отвечать на вызовы на северной границе. Обратите внимание, на севере, не на юге. С югом сектор газа, по силу объективных причин, особенно последние недели, к этому было приковано очень много внимания. Ну а Амосарель указывает, что не стоит забывать о ситуации на севере страны. А ситуация на севере страны в последнее время давала нам поводы все же немножко расслабиться. Во-первых, ситуация в Сирии. Раскол сирийских правительственных войск на части, которые воюют под командованием российских офицеров, и части, которые воюют под руководством иранцев. Они, по сути, две части сирийской армии воюют друг с другом, очерчивая новые границы влияния России и Ирана на территории того, что раньше называлось Сирийской Арабской Республикой. И потому что Хизбалла, наш, наш естественный противник, принял сторону Ирана, а другую сторону он принять, ну, скорее всего, попросту не мог, попросту не мог, эти вот шрицкая армия Хизбалла. Они оказались под ударами российской авиации, а также частей, которые поддерживают российскую политику. То есть, очень серьезные несут потери Хизбалла. С другой стороны, ситуация в самом Ливане, тяжелейший экономический кризис, и ливанцы, сами по себе жители Ливана, они не настолько наивны, чтобы не понимать, кому они, так сказать, должны в кавычках быть благодарны наличию этого кризиса. Конечно же, Хизбалла, из-за Хизбаллы еще едва не десятилетия назад американцы сказали, что любой банк, который сотрудничает с Хизбаллой в той или иной форме, он отключается от всех мировых финансовых систем. От всех мировых финансовых систем. И, конечно же, это привело, еще 10 лет назад начался этот кризис, сейчас он принес очень серьезные плоды, но об этом, я думаю, подробнее мы поговорим немножко позже. Сейчас, дорогие радиослушатели, мы ненадолго уходим на короткую рекламную паузу. Коллектив лучшего радио поздравляет всех дорогих слушателей с праздником Роша Шана. Ёлки, мандарины, ой, мёд и яблоки. Роша Шана же! С Новым Годом! Здоровья и терпения! Шана Тува! Незабываемых романтических приключений! Желаю нам всем в этом Новом Году больше хорошей музыки! Пусть Новый Год станет для вас счастливой сказкой, а не фильмом ужасов! Пусть Новый Год принесет вам много новых открытий, увлекательных событий и хороших новостей! А я желаю вам, дорогие друзья, спокойного Нового Года, чтоб все уже у нас было хорошо! Реклама на лучшем! Мебель Дакс Нов Агалиль Это лучшая мебель для вас! Мы ждем вас каждый день и даже в субботу с 10 до 18 часов по адресу улица Аяцера, 12. Разнообразная, качественная мебель из Бельгии, Испании, Италии, Турции и Польши! Прямые поставки, доступные цены, при покупке с выставки до 50% скидка! Звоните 051-55-377-22! Ваша мебель Это Дакс Нов Агалиль! Крафтовое пиво Вайсборг Современное пиво, сваренное по старинным рецептам из отборного солода с соблюдением лучших пивоваренных традиций Пиво Вайсборг Для тех, кто понимает Сладкая акция от Картина ТВ Выиграй Яблочный Айпад Телевизор Смарт ТВ Приставку Картина ТВ и абонементы К каждому подарку добавляем баночку сладкого меда Весь сентябрь делай покупки на сумму от 70 шекелей в сети магазинов Микс Маркт и стань участником сладкого розыгрыша от Картина ТВ Компания КСП набирает персонал для работы на центральном складе расположенном в Тиратокармель Полная или частичная занятость Отличные условия и достойная зарплата Звоните 0481-41700 0481-41700 Такое мероприятие нельзя пропустить Специально к осенним праздникам до окончания Суккота Особые условия при покупке четырехкомнатных квартир в проекте ТОП-Парк в районе Рова-Исраэль в Афуле Оплата съемной квартиры на год в подарок Такие скидки бывают только раз в жизни Годовой съем бесплатно Посетите нашу демонстрационную квартиру в ТОП-Парк уже сегодня Звоните 050-6-228-228 ТОП-Парк 050-6-228-228 Эггет поздравляет всех с праздником Рошашана Легкой дороги в новом году Потому что у Эггета Руль надежных рук Это лучшее радио Реклама на лучшем Авторское право Утренний обзор прессы на лучшем радио Актуальная повестка дня Аналитика Мнение Общественный дискурс С воскресенья по пятницу с 9 до 10 часов Авторское право Дорогие слушатели С вами я Ростислав Гольцман Продолжаем программу Авторское право Возвращаемся к статье Амоса Ореля Действительно Очень важно В чем же дело В Ливане Тоже все понимают Тяжелейший экономический кризис И Хизбалла Которая Может быть Какое-то время Может быть Даже 20 лет назад Воспринималась Может быть Как защитник От сионистского агрессора Но Особенно после 2006 года После спровоцированной Хизбаллой Ливанской агрессии Против Израиля И того ответа Который на эту Агрессию Получили Ливанцы Собственно Ливан Собственно Ливан От этого и пострадал Ну Что делать Может быть Не надо было Провоцировать Эту агрессию Ливана Против Израиля Сейчас ситуация Гораздо хуже Это усиливается Тяжелейшим Экономическим Кризисом Хизбалла При этом Делает вид Что у нее Все в порядке Это государство В государстве В общем Какой-то Экономический кризис В Ливане Их не касается Они получают Наличность От Наличные доллары От Ирана У них есть свой Супермаркет Где можно Отовариваться По удостоверению Членов Хизбаллы Просто как По клубной карте Это Только Это уже не просто Раздражение Это уже просто Война Ливанские милиции Части Правительственных Войск Ливана Уже Напрямую Начали Воевать С Хизбаллой Поэтому Возникает вопрос Где же опасность А опасность Ровно здесь Единственная Возможность За которую Могут попытаться Схватиться Чтобы их Окончательно Всех не перерезали Хизбалла И вообще Шииты Это спровоцирует Новую агрессию Против Израиля Чтобы вновь Показать Мы тут Не просто так Живем На иранские доллары Когда весь Ливан Голодает А мы вас Защищаем Вот здесь Велик может быть Соблац У руководства Хизбаллы Спровоцировать Новое военное Противостояние С Израилем А казалось бы Все проще Есть резолюция Которая была принята ООН Резолюция Номер 17.01 Или 17.01 Как вам больше нравится И в Южном Ливане Находятся части Юнифил Войск ООН Которые должны Поддерживать мир Но чем занимаются Эти части Чем угодно По сообщению Юнифил Никаких террористов Хотя Повторяю Идут бои Идут бои В Южном Ливане Между правительственными войсками Ихизбаллой Юнифил сообщает Непосредственно Генсеку Гутеррешу А никаких Там Террористов нет Хотя Оговариваются Мы не можем Сказать за вес Южный Ливан В некоторые Районы Нас просто Не пускают Вооруженные люди Ну вы представляете Уровень наивности Вот так вот То есть Надежды на Юнифил Конечно же нет К сожалению нет Потому что Война Уж точно Израилю не нужна Но к ней Нужно быть готовым Потому что Это может быть Тот самый Последний довод Королей Которые Могут воспользоваться Террористы Хизбаллы Хотя конечно же Это будет Смертный приговор Организации Хизбалла Нынешний мощный Ответ Израиля И они также должны Понимать Что как только Исчезает Хизбалла Или остатки Хизбаллы Убегают Скажем В Сирию То В Ливане Скорее всего Начинается массовая резня Шиитов Но это их Ливанские дела Нам-то важно Чтобы не было Никакой агрессии Против Израиля Приложение Культура Интервью С Сафом Амдурским Который у него Взял Бен Шалев К 50-летию Известного Израильского Рок-музыканта За главный Я ошибся Нельзя Вечно Остаться Молодым Хотя казалось бы Какие наши годы Сафом Амдурский Исполнил Всего-то 50 лет Но Ты можешь Не замечать Возраста Возраста Замечает тебя Уже невозможно Неделями Круглые сутки Не спать Ну что ж Также Хагик Гинсбург Материал Майи Или Леви Вот оказывается Есть такая героиня Израильских Социальных сетей Всего лишь 20-летняя У нее Более Полумиллиона Фолловеров И в Инстаграме И в Тик-Ток Оказывается Майя Или Леви Такое Гуру Израильского Позитива Вот По фотографиям Заметно Что девушка Такая Ну Такая Уверенная В себе Но С другой Стороне Она говорит Что вот Благодаря этим Фолловерам Ей открылось Ну я даже Не знаю Наверите Ну по-русски Все аналоги Ну кал Наверное Можно сказать Все это Вот Человеческое Для нее Открылось Благодаря Реакциям Вот В социальных Сетях Как они Комментируют Ее Какие-то Выдающиеся Формы Ну что же С этим Она Молодец Справляется Ну Самое Правильное Вот Поставить на место И вообще Забанить Правильная Система Ну что ж Перейдем К газете Идиот Идиот Хронот Главная Страница Анонсы Всего Произошедшего Ну Главный Анонс Это Анонс Сегодняшних Приложений Приложение Так мы Начинали Приложение Зал Славы И приложение Праздничное Приложение Посвященное Тому Что В нынешнем Правительстве Самое большое Женщин Уже Девять Министров Женщин Также Большой Портрет Начальника Генштаба Надпись В этом году Мы должны Восстановить Доверие Общества И Скандальное Завершение Футбольной Игры Между сборными Аргентины И Бразилии Прежде всего Я хотел бы Обратить Ваше внимание На Материал Который Опубликован На пятой Странице Это Материал Йоси Йошуа Тот самый Анонсированный Под названием В этом году Мы должны Вернуть Доверие Общества О чем идет речь Ну вот это вот Ужасная история С гибелью солдата Который просто в упор Был расстрелян На границе С сектором Газа И в отличие от Ну не впервые у нас К сожалению Гибнуты Граждане И Солдаты Солдаты Пограничной службы Погранслужба у нас Это не часть армии А часть полиции Но дело то не в этом Отношение общества Опередше всего правительства То есть отношение общества Как-то оно же не изменилось А правительство Как-то ну невнятно Один звонок Премьер-министра Где премьер-министр Даже не знал Имени Вот тогда еще Солдаты Находившиеся Между жизнью и смертью Ну ладно Каждый может ошибиться Но вообще Кто Что Никто не пришел Проведать Кроме Начальника Генштаба Это Жуткая ситуация Тем более Когда вот Все были готовы К тому Что вот Да Конечно Вот эти На чем были построены Надежды общества Надежды общества Что все Наконец-то ушло Это ужасное правительство С Натаниягу Наконец-то Пришли те люди Которые знают Как справиться С проблемой Сектора газа Того же Что не нужно В ответ на обстрелы Пересылать туда Наличные Или И другие Вопросы Уже Они-то все Там Отвоюют Свою Это выяснилось Что передача Каторские денег Это Ничья-то там Злонамеренные Ничьи-то Злонамеренные Действия Такова необходимость Такова договоренность И в предыдущем правительстве Это хотя бы шло Через Официальные каналы Палестинской автономии Хоть как-то Сейчас Хамас требует Эти деньги Просто себе В карман То есть Куча всего Куча всего Что открылось То есть Полное крушение Надежд А не случайно Нынешняя Правительство Называлось Правительством Переменок С которым связывали Большие перемены Надежда на то Что наконец-то Все Вот эти-то люди Которые Излагают Своих книгах Своих статьях Как действительно Нужно действовать И что Им Плохой человек Который раньше Руководил правительством Не давал Ликвидировать террористам Вот теперь-то Заживем И вот такое вот Крушение надежд В кратчайшие сроки И это приводит К недоверию Недоверию Граждан Что действительно Очень плохой результат В том числе К основному Институту страны Ну у нас в Израиле Все служат в армии И доверие к армии Всегда было на первом месте Выше чем к любому суду Там полиции Политическим партиям К Несету Правительству И так далее Если этот институт Теряет доверие Общество Это серьезнейший удар По нам всем И вот задачей Следующего года Безусловно является Восстановление Доверия К армии И другим Общественным институтам Шестая страница Также обращаю Ваше внимание Прежде всего Это статья Ихи Рабада Который пытается Немножко успокоить Тоже восторг Граждан Которые восприняли Пересмотр дела Романа Задорова И даже то Что ему изменили Меру пресечения С тюремного заключения На домашний арест Как едва ли Не оправдание На самом деле Это не так Прокуратура Готовит Уже подготовила Новое обвинительное заключение Где Роман Задоров Обвиняется В преднамеренном убийстве Таир Рада В этих делах В качестве сказано Что Задоров Это сделал По чистому Расчету Он готовил Это преступление Он следил За ребенком И собственноручно Перерезал ей горло Вот такое Обвинительное заключение Уже по новому Пересматриваемому делу Готовит прокуратура Но здесь я также Хотел бы обратить Ваше внимание На статью Йорма Яркони И Эйтана Гликмана В Лоде начался суд Над так называемым 16-летним Охотником За педофилами О ком идет речь Некий молодой человек Просто сам По своей инициативе Взял на себя Ответственность за то Чтобы Бороться С педофилами В Израиле Использовал Он Ловушку Известную Которую Используют И полиции И спецслужбы Просто Представлялся Ну Самим собой По сути 16-летним Подростком Предлагая Каким-то Странным Взрослым Дядям Половые отношения Он вышел На одного Такого человека 42-х лет Пригласил Его на светание На котором Зарезал Пытался Сжечь Труп Ну По Неопытности У него это Плохо получилось Пытался Замести следы Но Конечно же Полиция Такое Вот Несколько Наивное Исполненное Не наивно Подготовленное Упаси Бог Но конечно же Исполненное Далеко от Профессионализма Преступления Тем более убийства Раскрыть Удалось Достаточно быстро По горячим следам И Психологи И психиатры Которые беседовали С этим 16-летним Молодым Человеком Пытались понять Ну не является ли он В общем-то Ненормальным Нет Человек Находился В полном сознании И сейчас находится В полном сознании Он не является Сумасшедшим Он просто Посчитал Что Его миссия В этом мире Борьба с федофилами Конечно же Педофилия Это уродливейшее явление Но вот Сама такая Постановка вопроса Она конечно же Ну в этом будет Разбираться суд Будет разбираться Уже разбирается Переходим Седьмая страница Рубрика Телевизионной Критики Гай Лейба Первое интервью Президента Ицхака Герцога Тут у нас Можно было сказать По Ассоциативной Линии Такой вот У Ицхака Герцога Был Первый бал Наташи Ростовой Ну понятно Все-таки Приближается праздник И Ицхак Герцог Дал интервью Израильским Телевизионным Каналам И Гай Лейба Разочарован То есть Как телевизионный Критик Он доволен Отличная картинка Отличные съемки Прекрасный свет И Очень Скучный Человек Который Дает Интервью После Яркого Руби Ривлина Который Ну вообще Его артистизму Можно просто Позавидовать И даже Отца Хайма Герцога Который был Вот Президентом Восьмидесятых Годов После него Был избран Президентом Уже в начале Девяностых В девяностотых По-моему Году Другой Не менее Яркая Личность Эзер Вайтсман Все-таки Цеха Герцог Ну человек Видимо Излишне скромный И не настолько Яркий И цветастый Как мы Привыкли К людям На первом посту Да Его избрание Было Ну ожиданно Оно ожидалось Почему? Потому что Освобождался Пост Главы Сахнута И многие Партийные товарищи Решили Что у нас Появился Новый пост Который Который Можно Будет Занять С хорошей Зарплатой Но В принципе Только первое Интервью Все люди Учатся Тем более Цеха Герцог Человек Опытный И в политике И в системе Общественных Выступлений Да И наверняка Он еще сможет Очень ярко И красиво Представлять Нашу страну На международной Арене Это был всего лишь Первый балл Наташи Ростова И дальше Будем жить Будем видеть Одиннадцатая Страница Новости Спорта Фарс В Бразилии Шла игра Между Ну действительно Супер игра Представить Сборное Бразилии С Неймаром Сборное Аргентины С самим Лео Месси И игра уже идет Зрителей полно Зрителей полно Стадион И тут На поле Выбегают Какие-то инспекторы Кричат Требуют От арбитра Встречи Остановить игру Что случилось Только сейчас Эти инспекторы Каким-то образом Узнали Что На стадионе Находятся люди Которые Не проходили проверку А тем более Люди Которые вроде бы И проходили проверку Но проверка На коронавирус Показала Что они являются Вирусоносителями То есть Какой-то полный цирк На стадионе Люди сначала думали Ну знаете Бывают разные Хулиганы Выбегают Там Привлекают все Внимание Во время Таких вот Самых ярких Футбольных встреч Матч Или кто-то Голый Там Выбегает Или что-то Такое Помните Израильтяне Выступали В Швейцарии Там Выбегают Люди С лозунгом Free Palace Написали слова КПСС Не знаю Ну бывает Такое Тут люди В костюмах С галстуками Ну вроде Что-то странное Выясняется Да Действительно Это инспекторы Это действительно Инспекторы Они Требуют Прекратить матч Это все идет В прямом эфире Люди не могут понять Но мы уже Уже было Начало игры Уже был свисток Уже мяч По полю катаем Нет Игра оказалась Сорвана Игру отменили Она будет Перенесена На другой день Но в самом По сути Ситуация Конечно же Странная Или если уж Действительно Все так серьезно Можно было Не начинать игру Но прерывать Ее таким образом Очень странно Итак Приложение Кроша Шана Ее тема Так мы Начинали Очень рекомендую Хотя бы ради Фотографии Тех людей Которые Определяют Нашу нынешнюю жизнь В том числе Того же президента Бужи и Эрцога Начальника генштаба Авива Кохави Ну не только поэтому А описание Их первых шагов В этой жизни И описание того Как важно Чтобы тебя поддерживали Ваших вопросах Ну у Эрцога Как бы Понятно все Все таки Папа был Не последний человек Дедушка тем более Авив Кохави В него поверили командиры Когда никто не верил Посылать ли его Даже на офицерские Курсы Вот было и такое Шелия Ехимович Честно старалась Она вот Как молодой У меня считает Что если я вот Буду стараться Если я буду Действительно Хороша в своей Деле Я продвинусь В журналистике Нет Ты можешь быть Трижды Трижды Пятижды Хороший Если тебя Не сделают Не поддержат Скажем так Мягко Если тебя не поддержат Кому ты нужен Но Ей повезло Она честно говорит Что ей повезло Доктор Амир Ярон Ныне Глава Центробанка Израиля Банк Израиль Человек Который Поверили Те кто не верил В других Когда вот В моде были Новые такие Вот экономические Веяния Появилась Молодежь Минфина Так называемая Наре Аутсар Человек Который Просто показывал Что у меня Может быть Не фамилия Там бывшего Министра Финансов Какого нибудь Но я знаю Как это работает Ну Ему помощь Пришла в лице Премьер министра Уже бывшего Премьер министра Который решил Что все таки Во главе Госбанка Должен Стоять Человек Который Элементарно В этом Понимает Шулеранд Шулеранд Он сам поверил В себя Сейчас мы его Привыкли видеть С бородой С пейсами Был простой парень Весельчак Пейса Одевал только В театре Потом поверил В себя Ушел в религию Шалом Ханох Лидер Израильского Рок-н-ролла Пытался завоевать США Понял Любят в Израиле Ну кто ж Леной Ашрам Ну тут уж Самый яркий Пример Да Много девочек Занималось В кружке По художественной Гимнастике Но Зоркий взгляд Тренера Выбрал Именно ее И Она принесла нам Золотую Олимпийскую Медаль Шайки Леви Сейчас уже Едва ли Не легендарный Израильский Актер Которую За актеру Вообще Никто не считали Только Дэши Пашанель Увидел Что есть все таки В нем Крупица таланта Норман Иса Норман Иса Прекрасный Хайфский Актер Ну Благодаря тому Что он смог Пародировать Сам себя Как он сказал В фильме Арабская работа Ну что ж Тоже хорошо Ну цепиша вид Хайм Коин Хайм Коин Вообще прекрасная По моему История Когда он Пришел с проектом Кулинарные программы Тогда еще на единственном первом канале Ему сказали Ну у тебя с головой Вообще все в порядке Ну люди будут смотреть Что ты там что-то готовишь Жаришь Варишь Ну хайм Хайм Кошелей Пожалуйста Вот дверь там Нет Все-таки кто-то поверил И кулинарная программа Имела невероятный успех Морана Тиас Актриса Ведущая Ну Показатель того Что действительно Нужно верить в себя Когда тебе Какой-то очаровательный Продюсер говорит Слушай А порепетировать не хочешь А что порепетировать Ну у тебя завтра Две сексуальные сцены Пошли репетировать Ну это послать на три буквы А Нет Правда она послала на четыре По-английски Это звучит по-другому Вот такое вот Интересное предложение Но также я Обращаю ваше мнение На праздничное предложение Прежде всего Прежде всего Конечно же Рассказ О девяти Министрах Женщинах Министрах Израильского правительства Небывалый случай По крайней мере В Израиле Ну и Конечно же Как говорится На то есть свои плюсы Почему-то Я думаю Обоснованно считается Хотя бы тоже Хорошо что Женщины Руководят страной Ну Просто от природы У женщин Меньше тяга Глупость Ну и Приложение Зал славы Это О спортивных успехах Конечно же О наших спортивных успехах Благо И последняя олимпиада Дала нам И золотые медали Долгопята Абсолютная чемпионка мира Леной Ашрам Но и Нельзя забывать И о других Спортсменах Которые И первая золотая медаль 2004 года Виндсерфинге Вот Это Галь Фридман И самая первая Вообще Израильская Олимпийская медаль Яй Ларат В дзюдо И на той же Олимпиаде Еще медаль взял Дзюдо Есть Орен Смаджа Конечно же Об этом Об этом мы помним Это мы ценим И 1977 год Прекрасная фотография Александр Гомельский Легендарный Советский Баскетбольный тренер Стоит Сталем Броди И Микки Берковичем Макаби Тель-Авив Тогда еще Ну Малоизвестная команда Побеждает ЦСКА Москва И Из того же Года Чудо Виртани Макаби Впервые становится Обладателем Кубка Европейских Чемпионов В 1970 году Сборная Израиля По футболу Первый Ну к сожалению На данный момент Единственный раз Участвует В чемпионате мира По футболу В 2009 году Омри Каспи Первый Израильтянин В NBA 2013 год Ерден Джерби Становится Чемпионом Мира Подзюдо 2004 год Ну это Вообще История Эпоха Пини Легендарного Пини Гершин Который С Макаби Сделал 7 финалов Еще Из них Большинство Было побед Ну Менялся Турнир Это был Куба Европейских Чемпионов Потом Супролига Сейчас это Евролига Но Где Пини Там победа 2002 год Алекс Авербух Чемпион Европы 2002 год Макаби Хайфа Разгромила Тогдашний Манчестер Юнайтед Каждое имя Звезда А Макаби Хайфа Побеждает 5-2 1993 год Сборная Молодежная Сборная Израиля Третье место На чемпионате Мира Среди Молодежной Команды Во Франции Да Есть что Вспомнить У нас Действительно Есть что Вспомнить Я вам Рекомендую Действительно Почитать Эти Газеты Действительно Они Действительно Праздничные Действительно Дарят Хорошее Настроение А что Нам Еще Нужно Во время Праздника Переходим К Самой Массовой Газеты Страны Газете Исраэль Айю Главная Страница Анонсы Конечно же Материалов Которые Находятся В нынешнем Выпуске И в основном Газете И в Приложениях В праздничных Приложениях Но главный Заголовок Вот он звучит Начнем С правой С правой Ноги То есть В Израиле Вот если Что-то Хорошо Начинать Это означает Начинать Своё движение С правой Ноги И поздравления Поздравления Президента Ицхака Ерцога И Также Анонсы Других Авторов Газеты Понятно Что Открывается Это материалами О борьбе С коронавирусом Которых у нас Сейчас Ну Ну Пока мало Успехов С другой стороны Как отмечается В статье Надава Широгая Всё же Есть По крайней мере Как утверждают Специалисты У нас есть Причины Для того Чтобы Ну Для оптимизма Снижается количество Тяжелобольных Хотя Растёт количество Инфицированных Собственно больных И Собственно Геспитализированных Меньше Посмотрим Посмотрим Безусловно Будем Надеяться На Лучшее Далее Целый разворот Поздравлений И Президент Ицхагерцег И профессор Ран Блицер Алуф Амир Барам Это командующий Северного округа Кстати Вот О возможном Конфликте В районе Севера страны Эта статья Ну Конечно Тут нет Никаких Оперативных Планов Это понятно Но Когда Вчитываешься В эти строки Ситуации В округе Ситуации Вообще На севере Северной страны Конечно У нас Есть Причины Для Оптимизма Также Поздравления От Генерального Инспектора Полиции Коби Шабтая Спасибо Ему За это Тоже Вселяет Уверенность И Главного Контролера Страны Государственного Контролера Вот Матаньяо Энгельмана Несмотря на Достаточно Острый Доклад Который Недавно Опубликовал О провалах В работе По борьбе С Эпидемией Коронавирусной Инспекцией Все же Все же Все же Не все Так плохо Как он Нам Напоминает Я же Очень хочу Обратить Ваше внимание Дорогие Радиослушатели На статью Опубликованную На восьмой Странице Хотя по мне Так и вот Ее-то надо было Анонсировать На самой главной Странице А именно А именно В своей заметке Ариэль Каана Пишет Что на исходе Праздника Праздника Роша Шана Ейр Лапид Летит в Москву На встречу С главой Министерства Иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова Честно говоря С этим Визитом Даже Немножко Запоздали Даже Немножко Запоздали Понятно Велика была Эйфория Велики были Надежды Что на Прошедшую встречу С Президентом США И Действительно Эта встреча Готовилась Готовилась Понятно Что давно Готовилась Извините Для другого Премьера Но за месяц До Собственно Саммита Байден Беннет В США Отправилась Специальная Израильская Группа Которая уже Готовила Определенные Документы Которые Собирались Обсуждать На этой встрече Все конечно же Пришлось Менять на ходу События В Афганистане Элементарно Было Не до этого Не до этого Просто круглые сутки Неудобно Говорить о возрасте Но Байдену Круглые сутки На ногах Из-за ситуации Которая была В Афганистане Было в общем-то Тяжело Еще обсуждать Достаточно Серьезные Вопросы Которые Готовились Для обсуждения Али Беннет Ну может быть И хорошо Что никаких Там Эх движений Не было Предпринято Но с другой стороны Новое правительство Абсолютно Не обратило Внимание На российское Направление Что в нашем Конкретном случае Было не совсем Правильно Хотя бы Почему? Ну хотя бы Потому что Как мы видим Американцы Покидают регион Не только на словах А уже и на деле А россияне То остаются И остаются Не где-нибудь А на наших границах И сейчас Особенно Вот в рамках Того Что вот Поменялось В статье Амоса Ареля В газете Арец Там Идут Очень Интересные Мероприятия Парадоксальным Образом А может И не Парадоксальным Просто Исходя Из Собственно Интересов России Россия Сейчас Воюет С Ираном А значит Не только С Ираном Но и С Хизбалой И мы В это же время Не находим Возможности Для контактов На высшем уровне С представителями России Мы конечно Люди Восточные Но и россияне Люди Непростые И вот Такое Вот невнимание В Москве Конечно же Воспринимается Скажем так Ну болезненно И эта болезненность Обратите внимание Она сказалась Например Даже вот С этим выигрышем Медали Улиной Ашрам Там больше Было обидно Израиль Чем на ту медаль Но Никогда не поздно Решить этот вопрос И по всей видимости На исходе праздника Это еще не встреча На высшем уровне Но на достаточно Серьезном уровне Напоминаю Что Агейер Лапид У нас возглавляет Не только Министерство Иностранных дел Он В возримом будущем По крайней мере Должен Занять Пост Премьер-министра И Его встреча С господином Лавровым Очень важна Важна для россиян Никто не спорит Ибо Все знают Кто является Хозяином Сирийского неба Да и не только Сирийского И поэтому Вся работа По Сирии Началась После Нескольких Личных встреч На Таниягу С Путиным Когда было решено Был Сделан Определенный протокол Как действуют Россияне В сирийском небе И израильтяне В сирийском небе Разработан был Просто весь механизм Как это работает И этот механизм По счастью Действует до сих пор И это важно Россиянам Опять-таки Все знают Кто хозяин Сирийского неба Ливанского неба Вообще небо В регионе С другой стороны В общем-то То что Действия России Против Иранских прокси В первую очередь Хизбаллы Это более чем Интересно Израилю Так что Такая вот встреча Но между тем Как видим В других газетах Об этом вообще Ни слова В Исраиле Где-то на Восьмой страничке Хотя зря Хотя зря Очень-очень Это важно Тринадцатая страница Обращаю ваше внимание На статью Ильи Егорова История Сиамские близнецы Хирургически Разделены Ну казалось бы Ну что особенно Ну разделены Разделены Известны такие операции В том числе И в Израиле Но тут-то Ситуация была Непростая Сиамские близнецы Которых оперировали В Израиле Срослись В районе головы То есть Разделить Их было Достаточно Сложно Голова Мозг Не дай бог Что-то сделать Это Это может иметь Непредсказуемые Подследствия Между тем Это Как написано В статье Ильи Егорова Операция была проведена Ну в высшей степени Ну просто Высший Хирургический Класс И Сейчас уже Вот новая фотография Два этих Младенца Впервые Они были Сращены Затылками Они впервые Смотрят друг на друга Близнецы Смотрят друг на друга Ну головки Конечно еще Забинтованы Конечно же Еще Предстоит большой Процесс реабилитации Деткам Еще и года-то нет Но абсолютно Осмысленный взгляд Вот братики Впервые Видят друг друга Ну просто Просто Умилительно Очень Очень умилительно Вот Читая такие Вот Ну такое Нужно все-таки Печатать На На праздник Новости спорта Новости спорта 20-21 страница Сборная Израиля Показала себя Классно Разгромили Фарарские острова Затем разгромили Австрию 5-2 Вообще молодцы Следующая у нас Игра гостевая Со сборной Дании И нужно отметить Что израильтяне Честно и объективно Оценивают Свои силы Статья Нет побед Но хотя бы Стараются Хотя бы Стараются И спасибо За те победы Что они Одерживают Красиво С большим Количеством Забитых Мечей Спасибо им Большое Именно За это 23-я страница Ну даже Не знаю Печальная Новость Или Новость Смотря Но лицо, простите, было бы украшением выступлений в Лиге Винер. Они честно заслужили это право, они выиграли в Первой национальной лиге. Но, как говорится, не хватило чего, не хватило презренного металла. Также праздничное предложение Кроша Шана к газете Истраэля Йом. Интересно, обращаю ваше внимание на интервью с Ноа Кирилл, Эран Свиса. Но, к сожалению, наше время в эфире закончилось. Я еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим сегодня вечером праздником Роша Шана в новом еврейском году. Только счастья, здоровья и успехов. С вами был Ростислав Гольцман. Это была программа «Авторское право. Утренний обзор газет». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова